Субтитры сделал DimaTorzok Я извиняюсь, значит, речь пойдет о томатах, естественно, тепличных, то есть высокорослых, но не просто высокорослых, а индетерминатных. Если томаты, о которых мы говорили в прошлых сюжетах, высокорослые, но детерминатные, то есть имеющие ограничение в росте 2 метра, и все, томат остановился в росте. Эти красавцы не имеют ограничения в росте. Что это значит? Это все просто. Томат доходит до потолка теплица, дошел, а он растет бесконечно. Мы его разворачиваем только на дуге обязательно. Это такие трубки полые, то есть снятые, чтобы он лежал вот так на дуге. И возвращаем вниз. Вот отлично растет в таком исполнении космонавт волка. Замечательное растение. Томат просто суперский. Но речь не об этом. А о том, что тепличные томаты... И я хочу вам показать середину августа. Тепличные томаты, посеянные в середине февраля, посаженные к 1 июня, имеющие одну плодовую рассветшую кисть, которая удаляется при посадке в этот день или на завтра. Это маячок, как правильно посадить томат. Эти томаты должны быть покрыты помидорами снизу и вот до этого места. Сейчас, на середину августа, должно быть 5-6 плодовых кистей, развитых и обладающих, естественно, плодами. Ну и посмотрите, где тут? Прямо 5-6 покрытые плодами. Два и то только начали наливаться. Я о чем хочу сказать? В этом году я, конечно, попала за все и сразу. Меня пригласила Москва для съемок в прекрасной программе, которая тоже касается огорода. Я инспектирую участки Подмосковья. Я огородный инспектор. Да. И, конечно, мне очень было интересно. Кстати, эти программы идут на «Москва. Доверие» на этом ТВ-канале. И мне стало интересно, как же все происходит в Подмосковье. Вы же знаете, я часто их ругаю за то, что у них цветов мало, за то, что они то не садят, это не садят. Но, сделав несколько инспекций, я поняла, что я абсолютно не права. Цветы цветами. А вот эта еда-то у них не вырастает. А знаете почему? Ну, отчасти они, конечно, не очень расторопны. Но у них такая почва. Вы знаете, мы, сибиряки, обладатели такой земли. Да это просто сказка. Подмосковье сплошная глина. Но ведь можно сделать насыпные грядки. Искусственно, да, сделать почву. Потому что КАМАЗами, если завести на участок машин, понадобится 40. А это ж не только далеко везти, а еще и очень дорого. Поэтому у них культуры как-то такие, ну, не очень востребованы. Хотя за все время инспекции два таких участка я видела. И помидоры, посаженные отдельно в теплице, на сегодняшний день, а я ту программу снимала где-то 9 числа, воловье сердце в теплице. Все в помидорах, еще и в красных. Спрашиваю, когда посеяли. В начале февраля. Вот тебе и москвичка. Вот тебе и Подмосковье. А вот эти томаты, конечно, это в этом году мне не удалось ничего не посадить и ничего не вырастить толком. Эти томаты явно посеяны поздновато, потому что, ну, понятно по количеству кистей, что вот раз-два, третья расцветает. А должно быть 7-8 для того, чтобы ведерко-то набрать. Здесь вот этого не происходит. Ну, что уже есть, то и есть. Спасибо и за это. Люди добрые не оставили без рассады. Но глядя на все эти вот растения, обратите внимание, на них нет ни одного желтого листика. На них нет ни одного пятнышка. А почему? Да по кочану, блин. Да потому что я считаю, что томаты должны на следующий год расти в теплице, где были огурцы. Огурцы должны занять место в теплице, где росли томаты. И никаких совместных посадок быть не может. И вы должны выучить это наизусть. Вот если даже отсутствуют помидоры, ну, извините, болезни на них не присутствуют. Я всегда радуюсь тому, что растения здоровы в первую очередь. И еще обратите внимание, какая сухая почва здесь, на грядках с посаженными помидорами. Почему? Я уже тоже 300 раз говорила, что излишняя влага в теплице с томатами принесет им только болезни. И знаете, что самое страшное? Болезни еще как-то там можно побороться, да? Но когда повышенная влажность, их плодики не завязываются и практически отваливаются все цветочки, не завязавшись. 47% влажности. Вот что надо томатам. И вот сейчас я хочу вам показать, что при том, что томаты поливаются один раз в неделю в теплице, мало здесь опилки насыпаны. Сейчас я засыплю еще и соломой. Для того, чтобы никакая влага, ни тумана, ни роса, а теплица будет стоять открытой достаточно долго, чтобы не было поражения болезнями. А чтобы их не было, чтобы не лезла трава, чтобы не испарялась влага. А помидоры в теплицах можно поливать и раз в две недели, так же, как на улице. Для того, чтобы они были здоровы и развивались. Знаете, как плавно развивались. А не так. Вы каждый день бегаете с ковшиками, ливанули там два литра, а то и литр, и побежали довольные, и вы все полили. Вы знаете, вы держите на подпитке растения. Они не напились. Ну так, слегка. Для того, чтобы болезни развились. Петавтора из земли выйдет во влажную землю, испаряясь, поразит ваши листья нижние. Вот здесь вот уже можно вот эти два листа, обратите внимание, один пытается лечь на землю. Но эти два листа надо удалить. Листья, конечно, очень красивые. Вот посмотрите. Видите хоть одно пятнышко? Нет и не увидите. Но они до плодовой кисти уже не нужны. Это все отработанный материал. Вот еще один лист, он прямо уже у плодовой кисти находится. Чем больше вы снимете листьев до первой плодовой кисти, тем лучше будет все там проветриваться. И это очень важно. Нам нельзя, чтобы воздух стоял, чтобы листья заболели, как только наступит прохладная погода. А теперь смотрите. Я положу солому, и вы должны понимать, зачем я это делаю. Посмотрите, пожалуйста. Вот так должна быть отмульчирована почва в теплице с помидорами. И на улице тоже. Почему солома резаная? И еще раз повторяю, солома сама не болеет и другим не дает. Я надеюсь, что сегодняшняя программа вам будет интересной. А пока всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова